всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения с вами рай сегодня поиграем в игру которая называется кристалл съешь новая игра введите имя героя а что тут вводить рей морис вот так вот включить дополнительный режим это же включает индикаторы манны врагов отображает цифру урона тебя может так давай герой не покидает будет автоматически долгие века люди кристалл вода жили в мире и спокойствии источником их процветания благополучия был загадочный древний кристалл находившийся на вершине горы маркур хранителем этого кристалла как и множество его тайн был загадочный аркеш лишь некоторым избранным хранитель аркеш позволял познать путь кристалла быть отобранным для обучения искусству битвы и магии кристалла это и честь и проклятие одновременно все из-за темного ужаса таящегося за пределами неприкосновенных владений кристалла теперь же выбран новый протеже хранитель аркеш не только возлагает большие надежды на этого мальчика но и опасается за его судьбу этому ученику удалось преуспеть невзирая на изнурительные тренировки и требовательность хранителя сегодня он должен отпраздновать свое повышение и получить особые почести которые не получал ни один ученик до него но этому не суждено сбыться а грядут мрачные события невероятно я никогда и не мечтал о том чтобы летать на этом создании из преданий и легенд ваши уроки сделали меня опытнее чем я мог себе представить сосредоточься твоя обучение далеко от завершение теперь покажи мне свои навыки езды на грифоне повторяй за указателем и проведи пальцем путь для грифона он последует по нему вот так вот ребятушки мы летаем на грифоне отличная работа ты движешься тихо и незаметно это умение понадобится тебе так как я чувствую приближение тьмы сосредоточь свой разум и скажи мне что ты видишь огромные уродливые чудовища осаждают деревню орки некоторые направляются в нашу сторону объясните мне эти символы как ими пользоваться ого кристалл пробуждает твои способности нажми на символ верхнем углу и ты перейдешь в режим боя а вот это вот режим боя ты быстро учишься удерживая монстров кругу показывающим дальность действия твоего оружия со временем атаки против них станут твой второй природой против них станут твоей второй природой точными как часы так зарубили орков и отправил их на тот свет хранитель но постойте на подходе еще несколько ты не сможешь тягаться с ними в одиночку я научу тебя использовать силу кристалла для того чтобы вызывать защитные башни эти палатки места для призыва башен нажми на эту палатку и выбери башню лучников нажми еще раз для подтверждения башня лучников атака 35 и дальность 245 23 скорость стрельбы для башни нужны ресурсы следить за заходом ресурсов можно верхнем углу для их пополнения нужно уничтожить как можно больше врагов лучше хотя бы помогает и то хорошо да друзья ха-ха я победил я бог не говори вздор неразумно дитя на подходе другие отряды тьмы поторопись построим магическую башню с помощью второй палатки магическая башня это что у нас тоже игра тавер-дефенс сегодня ребята день тавер-дефенсов теперь ты видишь как важно предвидеть события опа опа опачки нифига себе чу да ну нафиг они а магическое обходит броню ребята понял магическая башня бьет прямо сразу по жизни да извините хранитель магические башни лучше средства для борьбы с бронированными монстрами да это мы уяснили тебе необходимо оттачивать свои магические навыки каким заклинанием ты воспользуешься против этой волны монстров хм наверное я призываю огненный шар нажав на символ внизу экрана затем нажму на врагов чтобы атаковать да точно да нифига вот это я понимаю отличное умозаключение чувствуешь приближение следующей орды демонов используй атаку молнии чтобы разделаться с ними и помни о своей манне уровень который показан над твоими ресурсами она используется каждый раз когда ты налагаешь заклинание но со временем восстанавливается да йо фига молнии он сказал ну ка хранитель архем в эфире наблюдается ужасное волнение и она приближается все ближе и ближе я тоже его ощущаю существо невероятно жестокое и злое ты должен дать ему отпор иначе мы потеряем кристалл и все что нам дорого окей да ну нафиг ты это ребята какой-то гигантский дум дум хотеть кристалл повелитель не бить дум дум если дум дум давать ему кристалл а разворачивайся уходи пока можешь я не буду повторять дважды да он и не будет тебя слушать ага клаудишка дум дум забирать череп клоун как трофей а сейчас ты умирать тогда молись тем богам в которых ты веришь твой конец близок чё-то я а мы а чё и эй ребята мы у у у у у у у у у урон-то ээй думаю мне не стоит отходить так далеко да как отходить так далеко блин пипец блин И я подвел вас, учитель. Проиграна сражение, но не война. С кристаллом Орда демонов станет несокрушимой. Если мы уничтожим его, у нас появится шанс. Сравнять его с землей, дитя. Ни за что. Ваша бессмертная душа привязана к нему. Ваше сознание навсегда покинет эту землю. Я всего лишь небольшая пылинка в бесконечном космосе. А теперь ты выполнишь свой долг сейчас же. Так, провести надо, что ли, так? Оу, щет. То есть, этот маг был прикован с этим кристаллом. И мы уничтожаем кристалл, чтобы он не достался этому Дум-Думу, блин. По-головому. Да, ребята, все рухнуло. Да жалится создатель вселенной над моей душой за все, что я сегодня натворил. Оказалось, что кристалл нельзя полностью уничтожить. Так как он является энергией для добрых дел. А чистая энергия никогда по-настоящему не умирает. Разбросанные по всему континенту, его фрагменты затерялись, но не исчезли. Они все еще могут послужить для борьбы с приближающейся тьмой. Чтобы заново собрать кристалл, нужен был лишь герой. Наш герой. Его раны были тяжелыми. Его энергия истощилась. Но теперь мальчик стал мужчиной. Использовав немного драгоценного времени, чтобы подлечить раны, он начал свои поиски. Он чувствовал, что готов встретить надвигающуюся бурю без своего наставника. Да, хранитель Аркеш исчез. Его жизненная сила обратила звездную пыль. Опускается тьма, и к землям Кристалл Вуда подступили болезни и голод. Настал час отправляться в путь. Несмотря на то, что его телесные и душевные раны еще не зажили, если все фрагменты Кристалла не будут найдены и собраны воедино, Кристалл Вуд погибнет навсегда. Он не сомневался, что путешествие будет полно опасностей, и смерть будет поджидать на каждом шагу. Но как бы там ни было, он был последней надеждой Кристалл Вуда. Хранитель Аркеш сделал правильный выбор, и память о нем останется в веках. Орда демонов растет, и ее сила крепнет с каждым часом. Но он поклялся именем Хранителя отправить их всех до единого обратно в преисподнюю. Три дня и три ночи в пути, и я не нашел ни единого фрагмента Кристалла. Страх и риск идут рядом со мной. Подобно верным сам. Но что это? Я слышу голос. Кто-то зовет на помощь. Кто-нибудь, помогите! Я купец, и я вознагражу тебя, если ты не разбойник. Живая душа в беде. Я не могу пройти мимо. Мои раны еще не зажили. Поэтому в ближнем бою я буду использовать магический щит. Но тогда мой запас манны быстро иссякнет. Я должен помнить об этом. Так, они купца бьют, блин. Уж шлепки несчастные. Так, переходим в ближний бой. Благодарю тебя, храбрый юноша. Я вознагражу тебя, клянусь. Но сначала позволь мне воспользоваться твоей добротой еще раз. Так как эти чудовища продолжают прибывать к нам. Призыв оборонительных башен кажется наилучшим выходом. Но куда? Эти разрушенные башни должны сгодиться. Ты обладаешь такой силой? Ты являешься одним из учеников хранителя Аркиша? Тогда нет сомнений в том, что ты сможешь убрать руны, нажав на них, выбрав символ продать. Я должен это увидеть. Продать. Продаю. Отлично. Уничтожь другие развалины и построй оборонительные башни. Угу. Отлично. Уничтожь другие развалины и построй оборонительные башни. То есть вот это вот все я могу продать. И поставить оборонительные башни. Так, ну что, лучник и маг. Это стандарт. Хорошо. Это должно сработать. Однако я ощущаю еще одну волну Орды Демонов. И это уже совсем нехорошо. Это правда. Я слышал, что вы, герои кристаллов, можете верить, видеть нечто вроде знака, покаживающего вам следующую волну монстров. И правильно ли я полагаю, что ты можешь заставлять врагов атаковать раньше, нажав на эту пиктограмму? Ну, конечно, могу. Так, ребята, 9 гомлинов здесь будет. Ты много знаешь о моем искусстве. А ты знал, что моя манна восстанавливается в награду за храбрость. А также за то, что я получаю дополнительные ресурсы. Так, летим сюда. Пока все четенько. Так, ага, мы можем улучшать, друзья мои. Мы можем улучшать. Сто монет стоит. Пока мы этих луч... Да, они бомжи. Эти бегут. Вон, один лукарь у меня с полтычка их разбивает всех. Ну, башня должна тоже, ребята, получить уровень, чтобы ее можно было потом прокачать. Секешь? Конечно же, секешь. Так, а это какие-то зеленые гоблины. Аркеш хорошо обучил тебе. А это стрелка зеленого цвета, индикатор улучшения. Думаешь, тебе нужно нажать на нее и использовать улучшение, чтобы увеличить мощь башни? И да, это будет... И да, это будет... Это освоить тебе ресурсов. Окей. Спасибо за мудрый совет, мой друг. Думаю, что тебе и хранителю есть о чем поговорить. Фига себе! Вот это он поливает сейчас. Это совсем друг... Блин, какой-то мешочек выпал. Ага, они еще и мешочки с деньгами. Так, следующая волна. Так, гоблины и зеленый гоблин. Так, башня, ребята, со временем получает опыт. Даже если они не стреляют, опыт идет потихоньку-потихоньку. Просто потихонечку идет. Можно призвать следующее. Так, зеленый гоблин. Что? Кто там? Блин, башню можно прокачать. Вот он. Вот тут уже стрелы, как говорится, по барабану. Хотя все равно он наносит нормальный урон. На! Что ты у меня стоишь-то-то? Давай иди. В боевую стойку. Так, у меня щит. Непробиваемый. Так что мне по барабану на все. Так, а второй уровень, это максимальный, который... Опа. Максимальный уровень, это второй у нас получается. Так, нам надо за ХП, ребят, смотреть. 30 единиц ХП всего лишь. А что вот здесь я нажму сюда? Ой, это ускорение. Приближается огромная волна. Мне нравится, мне это, что приближается к нам огромная волна. Ну лучники, красавчики. Так, ХП-шку восстановили себе. То есть пробирку эту берем, мы восстановим себе здоровье. Я же могу вот так вот сделать. Хе-хе-хе. О, мы тоже можем улучшаться, что ли? А, нет, там мы поднялись просто. Так, ребят, приближает. Кто? Что? Че так быстро-то? Блин. А я потратил огонь. Вот это я дурик. Вот это я дурик, друзья. Блин, башню улучшаем. Слушай, а ты-то че стоишь, ты... Давай его, не пропускай. Есть. Их атака захлебнулась, по крайней мере, на какое-то время. В благодарность за твою самоотверженность, позволь мне преподнести тебе дар. Нет. Скорее, инструмент. Филантроп. Что это за чертовщина, друг? Что-то типа книги мертвых? Это книга добра, а не зла. Как я уже говорил, я купец, но купец необычный. Моя лавка не находится в каком-либо осязаемом месте. Это эфирное место, в котором нет ни воров, ни монстров. Эта книга используется не только для учета моих товаров, но и в качестве входа в мою лавку. Можешь выбрать, что желаешь, а затем оно волшебным образом появляется перед тобой, за соответствующую плату, конечно же. Сам фолиант также способен на многое. И вот тайном нет счета. Теперь понятно, почему ты успешный торговец. Что бы ты посоветовал мне сейчас? Теперь твой счет открыт, так что ты можешь сам посмотреть, что тебе доступно. Выбери вкладку магазин. Да. Перейди в арсенал с помощью вкладки оружия. Как насчет меча для начинающих, действительно верное оружие. И как для моего спасителя и друга, совершенно бесплатное. Короткий меч. Купить. Ага. Сделана совесть. С помощью этого меча можно уничтожить множество монстров. Благодарю тебя. Ты спас мою душу, друг. Не за что. Еще я хотел бы преподнести тебе доспехи. И еще кое-какую безделушку, если позволишь. Тоже за мой счет. Перейди к нужным вкладкам и нажми на предметы. Так, улучшенные доспехи из ткани. Обычное железное кольцо. Возвращайся в мою волшебную лавку, чтобы заполучить самое могущественное оружие и доспехи. А еще у меня есть магические зелья и элитные предметы. Теперь время снарядить твои новые вещи. Для этого нажми на вкладку Герой. Погоди-ка. Кажется, я понимаю, что к чему. Я могу снаряжать предметы, перетягивая их в соответствующие ячейки. Ха-ха. Хотел бы я, чтобы все мои клиенты так же быстро принимали решение, как ты учишься. Снаряди меч, перетянув его в ячейку оружия. Помни, сила любого оружия определяется уроном и скоростью атаки. Эту статистику полезно знать. Нажми на предмет, чтобы открыть его тайны. А теперь, друг мой, предлагаю снарядить два других предмета. Установить предмет в каждую ячейку. Полный фарш. Хорошие доспехи позволяют тебе блокировать большинство врагов и увеличат скорость передвижения. А кольца повысят запас маны и ускорят ее восстановление. Позже тебе встретятся волшебные, редкие и даже легендарные предметы, имеющие особые свойства. Твои основные характеристики указаны в левом нижнем углу страницы инвентаря. Ага, атака, блокировка врагов, скорость ходьбы, запас маны. Я в вечном долгу перед тобой. Теперь мне нужно продолжать поиски осколков кристалла, чтобы я мог восстановить его. Увы, но пока еще мои поиски не уменьшались успехом. Теперь же удача улыбнется тебе, мой благородный друг. Нажми на бинтограмму карты и ты будешь изумлен. Карта окрестностей будет весьма полезной, спасибо тебе. Это необычная карта, это карта желаний. Она показывает своему владельцу место, где спрятано то, что он больше всего желает. Пища, кровь, любовь, что угодно. Сейчас твое сердце больше всего желает найти осколки кристалла. Боги это настоящее чудо, ко мне возвращается надежда. Ты можешь путешествовать в отмеченные на карте места, просто нажимая на них и выбирая миссию и сложность. Почему бы тебе не попробовать самому? И помни, моя лавка всегда открыта для моих самых любимых клиентов. Слишком узкий мост. Первая цель на карте скала с подозрительным мостом. И, насколько я понимаю, это показывает мне тех врагов, которые тут будут присутствовать. Новые башни, башня замедления и... Ага. Второго и первого уровня. То есть можно прокачивать до двух уровней. Купец был прав. Эти фрагменты священного кристалла. Я должен собрать их все, прежде чем это сделает проклятая орда демонов. А око моего разума видит приближение еще большего числа этих чудовищ. Думаю, пора браться за дело. Так, а эти кристаллы... А-а-а, эти кристаллчики мы должны с тобой защищать. Я понял. Так, это замедляха. Замедляха, блин, замедляху надо было вообще-то впереди ставить. Ай, фиг с ним. Погнали. Пока все изи. Ай-ай. Готовы, сосунки. Так, если здесь замедляха, блин, 85 будет стоить. Не понял. А с какого перепуга тут-то? Да ну нафиг. Ого, они пытаются пробраться по этому мостику. Думаю, они не смогут убежать по нему обратно. Мост не выдержит веса кристалла. Как бы там ни было, мне нужно избавиться от них. Может, я смогу раскачать этот мост? Работает. Интересно, есть ли еще где-нибудь предметы, с которыми можно взаимодействовать? Стоит исследовать каждое место на карте по мере посещения. Слушай, ну вот это вот круто придумано. Да, я серьезно тебе говорю, вообще замечательно, ребят. Так, ну что, бегут. У меня всего лишь 85. Так, можно улучшить. Я улучшил, друзья. Да отойди ты оттуда. Что ты присосался-то туда? Это кто? Фига себе, ты видел, как он бежал? Это зубр какой-то. Не позволяйте их сказочной красоте обмануть вас. Зубры являются одним из самых опасных созданий в варде демонов. Способны буквально во мгновение ока достичь невероятной скорости. Обладая защитой от магических атак, они идеально подходят для варства кристаллов. Да, вот я и понял, блин. Поэтому, наверное, нам надо как-то защищаться от этих утырков-то на самом деле. Куда ты там бежишь? Разогнался, ага. Так, бачно магическое улучшается. Следующая волна. И тут волна, да? Пока все хорошо. Ну куда ты бежишь? Нашли простачка. Кристаллы там подобрать. Как-нибудь без этого давайте-ка. Зеленый гоблин и этот гоблин. Упс, упс. Так, магическая башня. Замечательно. Так, я ее могу прокачать. Вот такой она становится у нас. Колобашкой. Чуть было не про динаймов. Смотри, мост аж бедный провисает под их тяжестью. Зубры, 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 зубры. Ты смотри, блин, я пропустил. Ребята, какого лешего? Блин, Рей, надо быть внимательным. Ты че? Я засмотрелся на зубров там. Понимаешь, в чем дело? Отойди ты оттуда. Дай! Так, замедляху поставлю нафиг здесь. Идет, идет, идет. А, блин. Тут раз мы с ним справились, в этот раз нифига, дай его почему-то. Эй! Тебе здоровье-то, ты ж смотри за здоровьем-то. Единичка там оставалась, последняя, блин. Так, приближается огромная волна. Блин, меня это дискотечко не тешит. Так, друзья, что это делать-то? Башня, улучшайся. Давай-давай, отлично. Не пройдете уж, Левки. Хе-хе, захотел. Кристаллик уже стыли. Эй, уходи. Башня. Есть. Да, да, ребята. Мы сделали с вами. И кристаллики вернули. Сегодня эти бесы-переростки упорно сражались. Спасибо судьбе за то, что я встретил купца. Прежде чем отправиться к другим местам на карте, нужно выяснить, что он еще продает. Три звездочки, ребята. Новый уровень, второй. Атака плюс один, запас манны три. Получил еще магическую сферу какую-то. Так, чтобы получить следующий уровень, нам нужно... Ага, понял. Я получил три ключа. Открываем сундуки. Меч. Деньги. Манна. С возвращением. Мои товары помогли тебе в бою. Несомненно, я сокрушил множество монстров и отправил их обратно в ад. А сейчас мне нужен твой совет по поводу этой магической сферы. Я получил сферу вместе с повышением уровня, но ее тайны мне пока неизвестны. Чтобы воспользоваться ее силами, мне придется вновь посетить храм, да? Обычно да, но помни, что у тебя есть волшебная книга. Переключись во вкладку магия. Взгляни на твое древо магии. Друг мой, купец. Ты никогда не перестаешь удивлять меня. Дай-ка подумать. Как и в храме, я могу открывать новые заклинания, перенося сферы в соответствующие ячейки. Ага. А почему именно туда, блин? Может, я хочу в другое место? Ну, ладно. Активировал, да? Не сработало. Я не чувствую никаких изменений. Для успешной работы магии требуются соответствующие силы. Это заклинания достаточно могущественные. И для его разблокирования потребуется еще одна сфера. У тебя есть способность снимать сферы и просто переносить их обратно в сумку. Сделай так, а затем переключись на вкладку магии земли. Верь мне. Ну, на вкладку магии земли. Теперь помести сферу в первые заклинания земли. Ну, тут одна нужна, понятно. И я чувствую магическую энергию, пульсирующую вокруг, словно круги по воде. Используй ее с умом и помни, что ты, заклинания разблокируются в том порядке, в котором они размещены на древе. А убрать сферы в сумке нужно в обратном порядке. Эта книга убережет жителей Кристалл Вода. От темных времен я должен продолжить поиски. И я заполучу лучшее оружие и использую его с умом. Еще раз спасибо, мой друг. Желаю удачи, друг. Так, а что же это вообще такое-то? Создают могучие корни вокруг кристаллов. Оплетенные кристаллы не могут перемещаться на протяжении всего срока действия заклинания. Кристаллы, удерживаемые монстрами, будут сброшены, а также обрастут корнями. А-а-а, это мы кристаллы в корне, и их нельзя будет похитить. Вот это круто. Так, ребята, у нас новый меч есть. Так, а сколько у него атака-то идет? Плюс 30, да, идет к атаке, а здесь? Плюс 18. Соответственно, конечно, этот лучше снарядить. Точно лучше, блин? 12 атаки, 18 атаки. Да, ну тут, видишь, ребята, тут плюс 18% против лучников, что ли? Ладно, фиксни, пока оставим как есть. Рекомендованные товары. Малое зелье скорости и малое зелье манны. Наверное, пока ничего больше мне не надо. Это сфера воздуха, сфера земли и сфера огня. То есть магия огня. Так, ну что? Мы двигаемся дальше. А карта вот такая вот малюсенькая, карта? А нет, тут еще, видишь, сбоку будут. Это первая, там вторая, третья. Ну что, поехали. Медведь, гоблины. Наказание свыше. Старые развалины на этой поляне помнят легенды о древних цивилизациях. Большой обелиск в центре ее излучает странную силу. Выберите магию. Настало время попробовать новую магию земли. Я могу взять с собой лишь два заклинания, а те, что я использовал до этого, все еще установлены. Я должен убрать одно заклинание, нажав на него, чтобы это запомнить. Теперь у меня есть свободная ячейка магии. Я могу установить заклинание земли, просто нажав на него. При нажатии на кнопку внизу я начну миссию. Так, новые башни, башни лучников и магическая башня. Можно прокачивать до третьего уровня. Кристаллы здесь, кристаллы там. Трындец. А это что? Это манна. Так, ну здесь, наверное, поставлю... Что-то изменилось. Кажется, мои башни получили новые возможности. Нужно посмотреть, что там. Что там? Так я и думал. Похоже, я получил новые здания... А, знания о башнях. Для каждой башни теперь я могу улучшать одну из двух характеристик до общего максимального значения 6. Это настоящий подарок. При условии, что у меня есть нужные ресурсы. То есть, тут есть скорость стрельбы, урон... Урон... Так, с... Как тут лучше сделать? Давай здесь, наверное, за медляху поставим. Здесь лучника. И здесь, наверное, лучника. Пока как-то так. Поехали, ребят. Медведь. Просто ты, блин. Что у нас так здоровья-то мало? Или это не здоровье наше? Я не могу понять, что это за... Вот это башня, как... Нафига мне ее здесь? А, вот дистанцию увеличим. Какой-то кристалл, ребята, выпал. Какой-то выпал мне кристалл. Тут, видишь, можно... Давай, давай, вызов. Там какой-то алтарь тоже с монетками, видишь, стоит. С правой стороны. Еще один кристалл получения. Эть. В атаку. А чего не хватает-то? Денег не хватает. Блин, он сейчас... Давай, 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 давай. Колбасик, колбасик. Хе-хе-хе-хе-хе. Кристаллики. Они захотели мастерить. Укиш вам с маслом, а не кристаллики. Какой медведь тугой, а ты посмотри Слушай, а я же мог эти кристаллы, ребята, это А копать А как это выглядит, интересно Вот Все, теперь их фиг, кто сдвинет Слушай, ребята, я что-то активировал Это что такое? И что это было? А что этот луч делает-то? Чё? Фига, он там шпарит Еще можно радиус увеличить Опа Пристал Так Грифон, ну Замочил Молодец, великолепно Так, они стали терять кристаллы А мне нужны А мне нужны деньги Я так понимаю, красный это щит Есть Можем бомбануть Фига себе Бомбануло Вот это да Вот это я понимаю, ребята Вжарило Замедляешься, да? Сейчас мы тебя порубашим на колбаску Эть Бежит он там с нами голову Ага Так, сколько Блин, еще дофига, ребят Еще пять волн будет Блин, у тебя здоровья мало Отойди ты А чё он убегает обратно? Испугался, что ли? Не пойму 250 Следующее улучшение стоит Серьезно? А чё там дофига-то Угу Дай-ка я гляну Так, эти, насколько помню Бегают очень быстро Зачем? Зачем ты сейчас тратишься Вот это вот Вот оно как делается, ребята Заряжаешь, потом указываешь цель Ее на бомбит Слушай, ну это прикольный Примочка Следующую волну вызываем Да ты там гуйкаешь Так, приближается огромная волна Блин, вот здесь вот у нас нет Магической башни Это триньё на бошь Очень медленно накапливается энергия Смотри, смотри, смотри Не успел, не успел добежать Эй Давай-давай-давай-давай Великан этого Есть Пока всё вроде бы идёт хорошо Тратить заклинания пока не буду Так, ещё две волны нас ожидает Это трэш Кто это у нас? Опять этот Зелебоба гигантский Если бы он ещё один был бы Три Так, у меня же есть луч Хе-хе-хе-хе-хе Крутая имбовая штука Кстати, этот луч Так, собирать нам только кристаллы Эти даже не успел дойти до кристалла Сколько ещё? Две волны Да жесть какая-то Так, а мы же можем, ребята Что-то критический шанс Вот это вот всё прокачивать Дальность Фигантом шпарит Тюф-тюф-тюф-тюф Есть Следующее Урон Урон 35 Скорость стрельбы Вообще топово, да? Тюф-тюф-тюф-тюф-тюф Тюф-тюф-тюф-тюф Лучик там Наяривать Будь здоров Так, башня, 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 башня Не дуркуй Так, кристалл-тет Надо забрать Есть А всё, ребята Это последняя волна Е-е-е-е Хе-хе-хе Прошли Так, я получил Третий уровень Скорость ходьбы И запас манны увеличены Воу, четвертый уровень Вот это я понимаю Так, три ключа Ну давай вот это открою А я и шесть золотых силы 41 золотая и меч Чук-чук-чук-чук Так, следующая, да, у нас территория А вот это что такое? Вот это вот А, это деньги Магия У нас доступно два, ребята Две сферы А что вот это такое? Этим заклинанием умелый пироман Сможет воспламенить кого угодно и когда угодно Для этого нажмите на врага Или же проведите пальцем, чтобы объять пламенем целые группы Объятые огнем враги немедленно бросают осколки кристалла А-а-а А вот это, например Призывает смертоносные шипы из земных глубин Проведите линию на экране После короткой задержки Из земли выстрелят острые шипы Чем дальше вы пройдете, тем крупнее и сильнее будут шипы Шипы такой себе А вот это что? Заряжает все кристаллы на экране электричеством Враги, которые держат или пытаются поднять кристалл Понесут огромный урон Это хорошо, но я думаю, что, наверное, вот я воспламенение, ребят Сделаю Воспламенение Так, а как он там говорил мне Так, подожди, новая Нифига себе, дальний 45 Атака 21 Радиус Радиус ауры Я, наверное, возьму это Мантия волшебника 290 рублей Я, наверное, куплю Поглощение маны 17% Так, радиус ауры Так, регенерация маны 5% Блокировка врагов Короче, мы получим с тобой Поглощение маны, да И регенерация маны, если я куплю А я куплю и одену Кольцо Так, запас маны, регенерация радиус ауры Что за радиус ауры? Радиус ауры Одеваем А это можно, наверное, продать? Можно 195 А это что за проверки-то? Большая магическая зелья Установлен студенец маны Ага, понял Так, ну что, друзья Наверное, на сегодня я закончу Эту серию Пишите в комментариях Как вам эта игра Понравилась или нет А на этом все Всем удачи И до новых скорых Видосиков Субтитры создавал DimaTorzok